и я вас приветствую у микрофона как всегда кусок зайца и это обзор игры loop hero и так что же такое loop hero спросите вы да вы наверное уже так знаете это автобатлер карточная игра рогалик rpg и нет не угадали это не что-то одно это все вместе кстати разработчики как оказалось наши соотечественники они из россии это студия four quarters более того игра была представлена на tg 2020 и devolver digital нарекли данную игру самой ожидаемой игрой 2021 года уж не знаю пошутили они или нет и внезапно ну да очень внезапно эта игра выстрелила в стиме вообще в стиме некоторые игры бывают не выстреливают а бывают так шлёп и прям вот они в хитах продажи и эта игра не стала исключением она влетела в топ и продаж и тут на нее повалились тонны хвалебных отзывов и там и тут этой игре пели незабываемые дифирамбы ей прям пятки вылизывали я же в это время сидел с покалеченной клешней и ожидая моменты своего выздоровления взял игру что называется на карандаш и вот свершилось я прошел нет не совсем прошел я почти прошел игру но потратил я на это все дело более 60 часов нет вы не ослышались более 60 и вот тут я хочу разобрать все по порядку что в игре понравилось а что просто заставляет гореть и желать удалить эту игру нафиг с харда и так предыстория игры просто как тапочек некий маг лич свернул весь мир в бесконечную вне временную петлю дабы все там изгинуло в то же время все повествование игры строится в прямом смысле вокруг нашего героя который не помнит кто он и что он но убивая одного другого третьего монстра он начинает обрастать воспоминаниями и в конце концов находит прибежище и ой как внезапно у нас начинает хватать ресурсов чтобы создать костерок и захилится у этого костра я не скрою игра поначалу вызывает бурю положительных эмоций но чем дальше вы в нее будете забредать тем больше проблем и косяков будете видеть и вы будете понимать что разработчики начали что называется за здравия закончили да именно не за упокойно весь игровой процесс loop hero таится в игровой петле выйдя в экспедицию вы попадаете в игровую петлю по которой ваш персонаж будет монотонно ходить и убивать монстров без вашего участия то есть вы можете максимум посмотреть что это за монстр и какими характеристиками либо скиллами он обладает ничего более вы не можете затем вам постепенно открываются игровые карточки которые меняют окружающий мир героя какие-то карточки дают исключительно бафы для героя какие-то добавляют места спавна более свирепых монстров какие-то карточки бафают монстров и ускоряют их скажем так эволюцию и спавн не обошлось и без комбинирования карточек так допустим поставив поместье вампиров на против деревни мы получаем деревню с вурдалаками на ближайшие три круга но затем данная деревушка будет процветающей и будет с удвоенной силой лечить героя поставив энное количество клеток с лесом мы получим деревню в которой лес будет плодить наших клонов манекенов и так далее и тому подобное и поначалу когда узнаешь вот этот вот аспект игры то невольно умиляешься и радуешься тому что игра таким образом завлекает и затягивает в свой так сказать геймплей которого к слову нету в свою очередь вы можете одевать вашего героя из тех вещей которые вам в процессе петлевания выпадают из монстров но почему же геймплея нету спросите вы вот этот вот момент я вам дальше объясню игра является автобаттлером то есть вы не управляете героем вы просто наблюдаете как ваш герой сражается в тех вещах и с теми скиллами которые вы ему выбираете единственное чем вы можете управлять это настраивать окружающий мир героя думать сколько и каких карт необходимо поставить в том или ином месте петли чтобы герой смог и опыта набить но при этом и не подохнуть также по возвращении из петли вы приносите ресурсы в основной лагерь и там уже можете да что там можете вы обязаны обустраивать лагерь дабы в дальнейшем вам было легче поставили кузницу молодец теперь вы будете начинать петлю не голым поставили арсенал вообще крутяк выбирай карточку которая позволяет разблокировать один слот экипировки согласно классу к слову вот на этом месте и начинает бесить игра дело в том что вы четко видите что из экипировки есть два оружия либо оружие плюс щит шапка сапоги ожерелье два кольца пояс и перчатки и что же вы спросите можно из всего этого надеть а вот тут весь прикол тут мы узнаем что воин допустим может одевать оружие щит броню кольцо и шапку с картой арсенал рога он же плут может таскать два клинка тапки броню и ожерелье с картой арсенала некромант может одевать гримуар два кольца ожерелье и щит с картой арсенала перчатки и пояс вам недоступны они как бы не удел поначалу нам доступен только один класс воин но поставив таверну мы разблокируем плута он же рога поставив кладбище нам становится доступен некромант к слову некромант один из самых слабых классов в этой игре поначалу некромант конечно что называется тащи так как скелеты довольно бодро сносят врагов но скелеты очень привязаны к уровню и вам придется решать взять шмотки на уровень скелетов чтобы они были более менее сильными и хоть как-то попадали по врагам и наносили хоть какой-то адекватный урон или взять вещи на плюс один к скелетам чтобы их было больше и тут я сталкивался с таким вот парадоксом что до определенного уровня некромант что называется раздавал всем по шапке но потом дело обстояло так что скелеты всем скопом не могли банально продавить одну единственную гарпию которая была под бафом вампиризма и она просто отхиливалась а до уровень скелетов не растет с вашим уровнем и да еще чтобы получить навыки у вас сразу этого не выйдет для этого придется энное количество раз побегать по петлям и погриндить ресурсы дабы открыть библиотеку таким образом скрывается одна из первых проблем игры то есть искусственное затягивание да да разработчики именно создают такие трудности как бы намекая что надо больше гриндить гриндить надо больше более того даже учитывая что игра является автобаттлером и 90 процентов времени вы будете просто смотреть как ваш персонаж самостоятельно лупит врагов отойти слишком надолго вас не получится так как вещи на герои имеют свойство лопаться уж не знаю то ли они лопаются от старости или просто они лопаются от того что вашего перса начинает разносить как халка от его невъебенности но отойдя на час с лишним вы рискуете увидеть вашего перса мертвым тем не менее при правильном планировании петли и грамотном выстраивании карт окружающего мира вы можете пускать героя на самотек часа этак на пол а придя затем к компуктеру сможете попросту переодеть вашего персонажа в новые вещи что выпали и так мал по малу изучаешь игру и затем понимаешь вторую проблему данной игры а именно однообразие да игра до ужаса однообразно вам не надо наращивать ваш скилл для того чтобы одолеть босса вам не надо изучать механики боссов все что надо для того чтобы убить боссов в первых трех актах это гринд гринд и еще раз гринд но даже тут разработчики умудрились обосраться ведь обычно за что мы любим боссов ну наверное за интересные паттерны поведения боссов правильно правильно мы изучаем то как тот или иной босс ведет себя и запоминаем его цепочку действий дабы затем набрав скилла размотать его ловко а может быть не очень ловко но все же размотать и крикнуть батя в здании но не в этом случае тут же недалеко всплывает и третий косяк игры ненужность боссов то есть боссы есть но убиваете то не вы их перс сам их бьет и даже учитывая что у боссов есть кое-какие фишки поведения толку от них нет сейчас объясню взять например первого босса это лич его сила зависит от количества храмов что располагается вокруг его респа и чем больше вы застроите клеток вокруг костра то есть респа этого самого лича тем меньше от спавнится храмов соответственно тем слабее будет лич и вам будет его проще убить но дело в том что при проходе первого акта мы с этой информацией не знакомимся сразу мы знакомимся по факту спавна лича а значит чтобы пройти ли час первого раза мы можем это сделать в двух случаях первые если вы случайно застроили клетки вокруг лагеря таким образом что автоматически ослабили лича второй вы просто досиделись на петле до оверкапа уровня ну до петли эдак до 30 и вы просто ну по уровню шмота превосходите этого лошару заметьте ваш скилл тут никоим образом не будет влиять на исход событий вы просто наблюдатель сторонний наблюдатель данной игры возьмем второго босса святая которая спавнит витражи и ангелов тут при всех ее механиках вы убьете ее только оверкапом вашей прокачки то есть каждый раз когда вы будете дохнуть на боссе раз за разом вы будете приходить к одной и той же мысли надо прокачаться больше а это значит вы раз за разом будете тратить около четырех или семи часов на очередные забеги по петле поверьте меньше четырех часов бегать вы не будете потому что в ином случае это банальный слив третий босс охотник тоже очень интересная зверушка с одной стороны он обладает паттерном поведения с другой стороны отсутствие возможности управления героем делает эти поведенческие замашки попросту бесполезными так его гонщие при смерти лечат данного охотника на full хп то есть если бы мы могли решать кого бить в этой игре тактика была бы проста выносить сперва босса не обращая внимание на гончих затем добить ослабевших зверушек и дело с концом но нет герой бьет рандомно по кому придется и поверьте у вас не раз будет такая ситуация что вот-вот охотник почти умер и раз ваш персонаж добивает гончию отхиливает охотника на фолл хп и тот с новыми силами дрючит вас и в итоге он скорее всего вас таки и забьет а вот теперь задайте себе вопрос зачем в игре боссы с какими бы ни было паттернами поведения и при том что мы не можем никак влиять на ход боя какими бы скиловыми мы были или не были правильно незачем ну и вот получается что существование боссов в этой игре уже попросту ахинея не менее прозаично смотрится и сам лагерь героя поначалу нам позиционируют лагерь как некий хаб в котором герой может поправлять здоровье но проходя главы и обрастая все большим и большим количеством ресурсов перед нами встает необходимость строить дома сторожевые вышки которые как бы помогают нам в петлях и размещать там артефакты он артефакты поначалу смотрится как нечто сумбурное и абсолютно ненужное но завалившись на боссе раз два три десять раз вы залазите в меню снабжения лагеря и видите что есть артефакты которые увеличивают урон героя по боссу но приблизительно на четыре процента мелочь скажете вы но если таких артефактов поставить побольше это уже будет существенно и вот это вскрывает четвертый косяк игры гринд ради гринда дело в том что сама игра не так уж и велика 4 акта и все но разработчики решили что они самые хитро сделанные и затянули игру максимально уебжишно знаете что чтобы убить последнего босса вам понадобится десятка два подобных артефактов увеличивающих урон по боссу но перед этим чтобы набрать эти артефакты вам что необходимо будет сделать верно придется гриндить 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 и еще раз гриндить до посинения гриндить и так часов через 20 такого веселого незамысловатого гринда вас будет тянуть блевать от этой игры и я не шучу и лишь после того как вы соберете все что необходимо и пройдете своим персов кругов 30-40 набрав тонны хп кап у ворота крита и чего-либо там что у вас по белду надо лишь тогда быть может вам повезет именно подчеркиваю фразу повезет пройти игру почему я говорю повезет вы думаете я шучу нет я не шучу разработчики сделали последнего босса не совсем честным вы думаете опять я шучу наивные знаете же разработчики этой игры те еще с большой дороги фишки последнего босса к слову это боженька обиженка да да начали игру объяснением о том что лич заварил всю кашу малашу а заканчивается игра в том что лич охотник святая это всего лишь шестерки бога обиженки который обиделся на то что древний человек якобы воспринял его как угрозу для своей семьи и напал и по итогу он решил потихоньку стереть всю вселенную в прах и тут вы спросите а почему же я гоню на последнего босса но потому что этот босс это есть пятая проблема данной игры и думаю что это самая жирная проблема видимо что разработчикам стало в лом придумывать что-то поистине интересное на концовку и они просто бахнули боссу немного читов вот как выглядело мое знакомство с этим боссом да ладно чё капли глазные надо мне чё не то с глазами что ли видите вот эти вот полосы что скрывают наши статы знаете что это нет я вам сейчас объясню это означает что в данный момент босс попросту лишает либо режет вам данные статы то есть он режет нам урон уворот криты хп защиту снимает с нас какие-то вещи которых и так кот наплакал и ладно сделай они так что босс бы резал что-то одно но нет он режет это все комплексе то есть босс может попросту срезать вам хп и урон если вы не успели задамажить босса за первые там секунд 15-20 до стадии в которой он срезает вам статы то он вам срежет хп у ворот допустим и все вы клеите ласты он просто срежет вам остаток хп одним ударом ничего вы сделать не сможете ведь вы не можете повлиять на ход игры вы просто наблюдатель самое обидное что идти до этого гада до последнего босса нифига не быстро средняя петля до проходки к нему это часов 6 чтобы более-менее прилично выглядеть на его фоне лишь только после 6 часов проходок появляется гир более-менее достойный для того чтобы смахнуться с этим боссом но до подхода к этому боссу вы должны убить еще всех предыдущих боссов которые вы предыдущих трех актах убивали вот скажите мне у скольки из вас останется желание проходить эту игру в которой вы мало того что не влияете на ее исход в прямом смысле не влияете на ее исход так еще и последний босс просто нивелирует все ваши страдания и все ваши скажем так начинание чтобы его одолеть вы попросту будете бегать из раза в раз как белка в колесе что по итогу об этой игре можно сказать игра loop hero начинает на бодрой и веселой ноте она мягко говоря затягивает своим интересным подобием геймплея но чем больше вы будете в нее играть тем более херовой она вам будет казаться я не ошибаюсь именно херовой по итогу из плюсов будет лишь ухты я могу комбинировать карты и создавать окружение для приключений своему герою ухты выбиваются крутые разносторонние шмотки ну это все что из минусов игра чрезмерно и искусственно затянута разработчики нащупали интересную идею для рогалика оригинального рогалика должен заметить но на какой-то стадии разработчики просто забили болт и оставили все в зачаточном состоянии по итогу игра получилась попросту очень затянутой однообразие да есть множество вариаций карточек которые дают различные бонусы и эффекты но по итогу все сводится к простому правилу вам необходимо сделать петлю максимально эффективной и максимально не опасный для вашего героя поставите карточки как-то не так и создадите герою лишние трудности все игра наградит вас просто смертью вашего героя вы сольете и вам придется начинать все с нуля с новой петли в итоге для каждого класса для каждого героя есть определенные билды карточек с максимальным кпд для этого героя и минимальным риском для слива что по факту сводит реиграбельность игры просто в ноль она и просто убивает то есть игру сами разработчики сделали просто однообразные и автогринде у кай они нащупали идею чтобы сделать игру интересной но на этом все и закончилось ненужность боссов ну да по факту я уже объяснил что босс в этой игре даже при своих паттерных поведениях просто не нужны все потому что игрок не имеет прямого влияния на своего персонажа то есть сделай разработчики боссов просто с кучей хп то геймплей попросту бы не изменился он остался бы ровно таким же все также и заключалось бы в том что вам необходимо было бы гриндить ради гринда ради овер крутых шмоток и просто затыкивать босса ну просто босс был бы с кучей хп все то же самое было бы ну а что я не прав паттерны нужны лишь в том случае если мы имеем возможность как-то повлиять на убийство босса а так мы просто сторонний наблюдатель максимум что мы можем это гневно раздувать ноздри давиться чаем все гринд ради гринда да вы не ослышались весь геймплей в итоге завязан на этой фразе почему так ну давайте подумаем у нас есть скил и есть но получить мы их можем лишь нагриндив определенные ресурсы чтобы построить определенное здание мы можем использовать данные скиллы нет герой использует все автоматически да мы даже не можем установить уровень хп на котором герой будет пить хилку он делает это автоматом так что мы тут просто наблюдатель в этой игре по итогу выходит что максимум что мы можем сделать для героя это нагриндить для него максимально крутые вещи и то с помощью автогринда героя так что геймплея в игре как получается просто нету вот и все и последняя причина самый тухлый босс которого я в принципе встречал да да именно самый тухлый которого я встречал самые тупорылые я проходил полностью темные души я проходил такой высерт как хелпойнт я проходил такую игру как immortal unchained я проходил hello night неох и ни в одной из этих игр не было настолько отмороженного босса нигде не было босса который бы попросту брал и обрезал вам кучу ваших важных статов да мало того что обрезал так вы еще никак не могли повлиять и вытащить как-то эту ситуацию из жопной ситуации тут же вы просто смотрите вам обрезали хп вам обрезали у ворот все вы смотрите на гибель своего героя ничего вы сделать не можете просто потому что босс все обнулил что же по итогу спросите вы ну скажу так я не знаю по какой причине этой игре поют дифирамбы возможно те кто это делает просто делают это по тз либо они не проходили игру дальше какого-нибудь низом 3 либо 4 акта или просто они даже не играли в эту игру так что рекомендовать данную игру к покупке я вообще даже не осмелюсь не вздумайте этого делать ибо даже на данный момент лишь полтора процента пользователей закрыли полностью сюжет игры вдумайтесь полтора процента и лишь 20 процентов игроков прошли третий акт не четвертый третий то есть многие уже забивают на игру попросту на третьем акте а первые три акта о длительности сродни одному четвертом то есть люди просто забивают на половине игры так что мой вам совет если у вас слабая пятая точка не лезьте в это лучше поиграйте в какую-нибудь другую более дружелюбную и интересную игру в которой ваш скилл будет хоть что-нибудь значить а на этом я с вами прощаюсь благодарю вас за поддержку канала какой бы она ни была подписка лайк репост спонсор как комментарий под видео или донат от всего сердца благодарю вас вы прекрасны пока пока и и и и и и и Бип-бип